Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильный ветер этой ночью спровоцировал настоящий коллапс. Накануне МЧС массово рассылало сообщение с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. В Самарской области четыре населенных пункта оставались без электричества. В Тольятти, в поселке Федоровка, без света остались почти 600 жителей частных домов. В Богатовском районе 705 домов в нескольких деревнях. Бригады энергетиков устраняли аварии, а Самару утром сковали 9-ти бальные пробки. По официальным данным, за ночь от упавших деревьев пострадали 4 автомобиля. Но очевидцы в соцсетях сообщают о более массовом падении. В одном из самарских дворов упавшее дерево полностью раздавило ладу приору. В 15-м микрорайоне на Карла Маркса дерево накрыло сразу три автомобиля. Через 10 минут там же упал тополь на электропровода. Аварийная бригада приехала на вызов. На Воронежской, прямо возле входа в лице, упало еще одно дерево. Чудом никто не пострадал. А вот на Мичурино дерево упало прямо на проезжую часть и повредило автомобиль. Водителя с черепно-мозговой травмой доставили в больницу Пирогова. Не повезло сегодня и владельцу «Ладо Иксрей». На его машину со строящегося жилого комплекса «Пять звезд» на улице Самарской, 265, упал кусок фанеры. Итог – промятая крыша и выбитое стекло. В некоторых районах города сильным ветром снесло даже остановки. На Мичурино между аквариумом и полевой дерево также упало на электропровода, из-за чего в этом районе прекращалось движение трамваев. Сотрудники аварийных служб восстановительные работы вели с самого утра и только к обеду закончили. Никита Борисов наблюдал за процессом. Транспортный коллапс надолго парализовал улицу Мичурино. Егор Баландин рассказывает, путь от работы до дома у него обычно занимает минут 20. Сегодня он потратил больше часа. Движение было перекрыто, весь город стоял. Невозможно было выехать, ну, проехать по старому городу и дальше выехать на Московское шоссе. То есть в оба направления город стоял. Деревья падали по всему городу, но самым сложным участком оказалась улица Мичурино. Здесь дерево упало на контактную сеть, из-за чего провода потянули за собой опору и произошло короткое замыкание. Трамваи, троллейбусы и автобусы пустили в обход. На место приехали аварийные бригады. 15 человек трудились над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия урагана. К часу дня справились. Еще тут, наверное, минут на 30 и трамваи и троллейбусы на участке по улице Мичурино пойдут в полном объеме. А ночью мы уже до конца восстановим вот эти вот какие-то там погрехи. На Ульяновской и Кабельной тоже было парализовано движение. Но недолго. Рабочие справились за 40 минут. Теперь в течение дня будут собирать по городу все поваленные деревья. О том, что Самару ждет ураган с ветром до 25 метров в секунду, МЧС предупреждало еще накануне. На этот раз силовики не перестраховались. Только по официальным данным в городе повалено 10 деревьев. А количество попадавших веток и не счесть. Никита Борисов, Максим Гусев. События. Еще одним проблемным объектом в Самаре стало меньше. Квартиры получили обманутые дольщики 82-го дома по улице Тухачевского. Как долго люди ждали новоселья и кто помог сбыться их мечтам, расскажет Сергей Кизоркин. Теперь можно и детей рожать. Правда, сначала отремонтируют свою однушку. Радуются супруги Сиволобовой Евгения и Марина. 15 лет назад после института они поженились и вложили все подаренные на свадьбе деньги в долевое строительство. На Тухачевского 82 хотели купить однокомнатную квартиру. И быть счастливыми, как и все. Но застройщик украл их мечты. Ключи семья Сиволобовых получила только сейчас, когда многоэтажку достроила уже другая фирма. А все это время Евгений и Марина скитались по съемным углам и ждали новоселья. В 2006 году мы поняли, что дом сдаваться не будет. И после чего начали уже выяснять, что к чему и как. Направляли дело в суд, в прокуратуру. В это время мы снимали квартиру, соответственно платили за съем жилья. И, наверное, переплатили еще такую же квартиру. Активно решать проблемы обманутых дольщиков начали в последние два года. Рабочая группа собирается еженедельно по каждому долгострою. Туда входят представители областного минстроя, прокуратуры, общественности и добросовестных строительных компаний. В 2019 году три долгостроя ввели в эксплуатацию. К Новому году число новоселов должно увеличиться вдвое. А пока в губернии проблемными считаются 47 домов. Эта проблема очень тяжелая для Самарской области. Но как и в принципе для всей страны. Десятки объектов находятся в полувзвешенном состоянии. Люди десятилетиями ждут своей квартиры. Но вот как раз вот этот момент, можно сказать, счастливым. Застройщик, порядочный человек достроил этот дом. Хотя он был очень сложный с точки зрения и коммуникации, и по времени. Строительная компания Вадима Кибардина взялась исправлять ошибки предыдущего недобросовестного застройщика. Наследство досталось тяжелое, признается бизнесмен. Около трехсот обманутых дольщиков. Речь шла о трех недостроенных домах. Один на пятой просеке, два на улице Тухачевского. Сейчас все высотки сданы. Обманутые дольщики получили квартиры. Сегодня ключи вручили 23 семьям. У нас, к счастью, все сложилось. И нам помогали здорово и город, и область. И мы по многим вопросам находили быстрый отклик и решение. Поэтому сегодня вот мы здесь. И люди уже, как вы видели, приступили к обустройству. Начинают ремонт в своих квартирах. Надеемся, что скоро здесь зазвучит детский смех. И будут довольны лица людей. В Самарской области проблему обманутых дольщиков решают по нескольким направлениям. Некоторые люди вместо квартир могут получить денежную компенсацию. Есть ли на стройплощадке котлован или фундамент. Второй вариант. Строители завершают объект за свой счет. В обмен на госльготы. Также привлекаются средства областного и федерального бюджетов. У семьи Сиволобовых сейчас более приятные хлопоты. Они хотят успеть сделать ремонт до конца декабря, чтобы встретить Новый год в новой квартире. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Дизайнерские скамейки и бульварные диваны. Рассеянный свет и масштабное озеленение. Самара преображается по проекту формирования комфортной городской среды. Сколько пространств удалось изменить к лучшему с начала работы программы, знает Елена Малютина. Еще полгода назад это место люди обходили стороной. Здесь лежал мусор, сквозь который прорастали кусты. А сейчас в сквере у храма Кирилла и Мефодия полный порядок. Детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, газоны, хорошее освещение. Все это здесь появилось буквально за несколько месяцев. Отремонтировали территорию от А до Я по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Раньше был здесь лес непроходимый. Сейчас здесь сделали для детей площадку. Много разных качелей, домиков, горки. Вот я смотрю. Ну и в общем-то все очень красиво. Стали доступнее для самарцев и достопримечательности Крыма. Такова задумка авторов дизайн проекта Крымской площади. Долгое время эта территория была заброшена. Теперь она преобразилась. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курорта. Главные достопримечательности – Воронцовская ротонда, 9-метровый ялтинский маяк и мозаичное панно карты Крыма. Новые арт-объекты пользуются популярностью местных жителей. Самарцы отдыхают на волнистых скамейках, любуются видами. Более проработанное на стадии проектирования городские пространства. Впервые в конце февраля этого года было собрано архитектурное сообщество Самарской области, где при участии главы города именно профессионалы, дендрологи, экологи, архитекторы, дизайнеры еще раз пересматривали каждый дизайн проект и вносили свои профессиональные правки. Подчеркнули индивидуальность и сквера Фадеева. Теперь его не узнать. Детский игровой комплекс в космическом стиле, спортивные площадки, беговая дорожка, уникальная в своем роде. Такого покрытия в Самаре нет нигде. Скамейки, новый газон, автополив. Точкой притяжения горожан стал бульвар Металургов и площадь Мочилова. Масштабный ремонт должен стать импульсом развития района. Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни дизайнерских скамеек и три десятка так называемых бульварных диванов, урны практически на каждом шагу. В темное время теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Появилось ноу-хау для пешеходов и водителей. Мощеный пешеходный переход, плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется каждый год обновлять рисунок зебры. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. Реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды началось в 2017 году. За это время привели в порядок более тысячи дворов. Только в этом году облагородили более 300. Также скверы, парки, аллеи, бульвары. Таких пространств более 500. Валерия Куценко, Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Фейковая реальность, чем она опасна. В Самаре прошел круглый стол по вопросам выявления и противодействия ложной информации. Специалисты IT-компании и представители Министерства иностранных дел рассказали о новых способах защиты. Подробнее мэри Елчан. Эти люди знают все о виртуальной реальности и опасности, которые она таит. Представители ведущих IT-компаний России и зарубежья приехали в Самару, чтобы поговорить о кибербезопасности. В первую очередь это борьба с ложной информацией. Конечно, обществу нужно выработать соответствующие инструменты борьбы, предупреждения, наказания за такие мероприятия или целые спланированные акции. Главная причина, из-за которой появляются фейковые новости, это непроверенные источники, уверены в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве ежедневно отслеживается весь информационный поток. Есть специалисты, которые читают статьи, смотрят новости и ищут, какие из них фейковые. Для того, чтобы облегчить анализ поиска, будут использовать технический инструментарий. Например, сервис Крибрум. Это система мониторинга и анализа социальных медиа. Он отслеживает продукты, услуги и людей. Автоматически ищет отзывы и анализирует их, указывает на эмоциональную окраску и выгружает данные в виде графиков и отчетов. Это проблема, которая существует. Разумеется, надо обращать на нее внимание и обсуждать те методы, благодаря которым мы могли бы распознавать фейки, бороться с дезинформацией. И, конечно, обсуждение в рамках круглого стола – это, безусловно, полезно. Алексей Гришин – один из организаторов международных соревнований «Волга-ЦТФ», которые проходят в Самаре. В одной из московских компаний он отвечает за информационную безопасность. Сегодня Алексей рассказывает о важных правилах, которые должен знать каждый пользователь интернета, чтобы не подвергнуться кибератаке. Самый первый важный момент – это, ждем ли мы это письмо. То есть, ну, как бы, ожидали, мы его знаем, что оно нам придет, нужно оно нам или нет. Второй момент, на который нужно обязательно обратить внимание – есть ли внутри письма мотиваторы. То есть, это что-то акцентирующее срочность, важность. И третий – это наличие ссылок и вложений внутри письма. Именно через ссылки и вредоносные вложения как раз-таки злоумышленники получают контроль над компьютером жертвы. «Волга-ЦТФ» – это международные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности. В этом году в них приняли участие 180 специалистов по киберугрозам из России, Австрии, Вьетнама и Венгрии. В финал прошли 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимости у ресурсов противника. Мэри Илчан, Константин Головин, События. Самарская область – один из лидеров в стране по объему внедрения цифровых технологий и сервисов в повседневную жизнь. Например, образовательная платформа АСУ-РСО, которая используется школами региона как электронный журнал или дневник. Сейчас дистанционно можно получить образование всех уровней, записать ребенка в детский сад или школу, купить путевку в загородный лагерь или в санаторий. Медицина также активно осваивает интернет-пространство. Развивается такое направление, как нейрореабилитация. Это восстановление пациентов после инсульта при помощи виртуальной реальности. А также лечение людей с нарушениями опорной двигательной системы на основе игровых и цифровых методик. При этом системы могут индивидуально подстраиваться под конкретного человека и его проблемы. Все те решения, которые мы делаем, они направлены на персонификацию лечения конкретного пациента, конкретного заболевания. То есть не в целом берем группу, а конкретный человек, конкретное заболевание, и его мы именно должны вылечить. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре открыли движение на проспекте Кирова. Речь идет об участке, на котором шел капитальный ремонт. На отрезке дороги от Кировского моста через реку Самару до улицы Ветлянской закончили укладывать нижний слой асфальтобетона. Теперь четырехполосный отрезок магистрали открыли для проезда. Позже на этом участке будет нанесена временная разметка. Устройство верхнего слоя запланировали на 2020 год. В среду вечером посетителям торгового центра «Мега» пришлось ненадолго прервать свои походы за покупками. В магазине сработала пожарная сигнализация, но через несколько минут выяснилось, что тревога была ложной. В одной из моечных скопился пар, который спровоцировал срабатывание автоматики. Эвакуация людей не потребовалась, сообщают спасатели. В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвинили в похищении человека и незаконном лишении свободы. По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемые похитили 39-летнего мужчину. Сначала его вывезли в одну из квартир в Чапаевске, а потом в Самару. Фигуранты дела заставляли потерпевшего заниматься попрошайничеством. Спустя несколько дней он был освобожден сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска. В Самаре лесные участки будут сдаваться в аренду для туристов. Соответствующий проект в губернтской думе представил председатель комитета по строительству Владимир Кошелев. По новым правилам лесные участки будут сдаваться в аренду для отдыха, туризма и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Депутаты пришли к выводу, что нововведение поможет микрорайонам в привлечении дополнительных вложений. Помимо этого будет возможность эффективного развития территории. Инициативу планируют реализовать в пригородах. Юный певец из Самары Даниил Хачатуров может представить Россию на конкурсе детское Евровидение. Он пройдет через несколько дней в Польше. Организаторы решили, что слушатели должны сами определить того, кто будет выступать от имени страны. Мама мальчика обращается к самарцам с просьбой поддержать сына. Даниил мальчик с непростой судьбой. В раннем детстве он победил онкологическое заболевание и остался незрячим. Всемирный день туристов в Самаре отметили с размахом. В поселке Управленческий в Коптевом овраге прошли открытые городские соревнования по спортивному туризму. Через что пришлось пройти школьникам, увидел Сергей Кизоркин. Нет плохой погоды у природы, уверен спортивный турист Александр Иванов. Школьник за пять лет проехал по тропам Самарской области тысячи километров. В пургу ливень и под знойным солнцем помогала преодолевать дистанции хорошая спецподготовка. Чтобы быть всегда в отличной физической форме, нужно не только регулярно тренироваться, но и принимать участие в соревнованиях, например, на городских турнирах. У нас же по стартовому протоколу все. Когда идет время старта, мы отмечаемся на это и бежим. Заранее мы изучаем схему дистанции и порядок дистанции. Мы бежим и проходим какие-то этапы. Иногда мы бежим по маркировке, а иногда нам приходится ориентироваться и искать самим по компасу и по карте. Иногда я занимаю какие-то призовые места, и у меня как-то получается. И вот на недавних соревнованиях в этом году я как раз-таки выполнила второй юношеский разряд. Соревнования по спортивному туризму «Золотая осень» в Коптевом овраге в поселке Управленческий – это первый старт в новом учебном году. По традиции они собирают молодежь со всей Самарской области и из соседних регионов. На протяжении двух дней несколько сотен туристов борются за призовые места. Конкуренция серьезная, рассказали организаторы. В российских соревнованиях у нас очень высокие места, бывают первые, третье место и так далее. Программа, конечно, там серьезная, кандидаты в мастера спорта, наши мальчишки. Наши ребята могут уйти в промоальпинизм, например, могут в МЧС уйти, работать. В зависимости от уровня подготовки и возраста туристы на соревнованиях выходят на разные четыре дистанции. Новички в полном снаряжении пробегают несколько сот метров. Более опытные спортсмены бегут по пересеченной местности – через овраги, горы и поваленные деревья. Наводят переправу и сплавляются по ней. Каждый из них способен пробежать эту дистанцию, но все-таки победит сильнейший, потому что дистанция физически сложная, там и подъемы, и спуски есть. Существует контрольное время на каждом этапе и общее контрольное время. Ты не то что должен пройти этап за пять минут, ты должен еще уложиться в контрольное время. Спортивный турист в душе просто турист. И способ путешествия для него значения не имеет – пешком или на любом виде транспорта. Без чего точно не обходится любой слет или турнир. Так это без умения участников поставить палатку, разжечь костер и спеть песни под гитару. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. В Самаре завершился 12-й Всероссийский фестиваль «Соль земли». Творческий марафон из года в год успешно объединяет профессиональные сообщества режиссеров, сценаристов, операторов неигрового кино. В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. На церемонии закрытия фестиваля побывала наша съемочная группа. Награду главы города получает самарский режиссер Александр Леонтьев. Жюри Всероссийского фестиваля «Соль земли» отметила его фильм о генерале Баранове. Документальное кино рассказывает об истории жизни героя России. Этот фестиваль – это возможность пообщаться с жюри, возможность пообщаться с коллегами, возможность посмотреть на тех, кто лучше тебя, на тех, кто не хуже тебя, такой же, как ты. Ну, потому что случайных людей здесь нет. Все абсолютно люди, которые здесь есть, все фильмы, они все достойные. В этом году заявки на участие в 12-м фестивале документального кино подали более 300 авторов из России, Белоруссии, Армении и Грузии. Номинированы 52 работы. Фестиваль «Соль земли» задумывался как дань памяти талантливому самарскому режиссеру-документалисту Михаилу Серкову. И вот уже более 10 лет объединяет большую кинематографическую семью, сохраняет и приумножает добрые традиции. Безусловно, для нас, для самарцев, очень важно сохранять традиции самарского документального кино. Ну, конечно, учиться чему-то новому. Ведь документальные фильмы – это для нас с вами, дорогие зрители, возможность узнать удивительных людей, узнать о потрясающих событиях и о многом-многом другом. Конечно, мы бесконечно рады и благодарны всем авторам, которые принимают участие в самарском фестивале и говорят с нами о любви, о дружбе, о морали, о нравственности, о патриотизме. А во всем том, что действительно волнует каждого абсолютно человека. Фестиваль «Соль земли» – еще и хорошая возможность для зрителей пообщаться с именитыми актерами и режиссерами. В этом году встречи с ведущими артистами, режиссерами, документалистами прошли на главных фестивальных площадках – кинотеатре художественной, в историческом парке России «Моя история» и аудиториях самарских вузов и техникумов. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. История о том, как добро победило зло. В Самаре большие гастроли для детей и молодежи. Так называется федеральная программа, благодаря которой в город приехал Чеченский государственный театр юного зрителя. Артисты подготовили три спектакля по знаменитым сказкам. В мире волшебства и удивительных превращений побывал и Никита Борисов. Актриса Чеченского театра юного зрителя Любовь Вискаева рассказывает, впервые в своей карьере играет роль отрицательного персонажа. В спектакле «Солдат и ведьма» ей досталась роль последней. Говорит, роль интересная, хотя работа над образцом была нелегкой. По ее словам, теперь с удовольствием будет соглашаться играть самых неоднозначных персонажей. Самарский зритель – это наш любимый зритель. Мы сюда не первый раз приезжаем. Встретил очень хорошо. У нас обоюдная симпатия. «Солдат и ведьма» – это история, где в единоборство вступают коварство и благородство, лицемерие и истинная любовь, зло и добро. Здесь случай способен изменить судьбу человека в мгновение ока, а удача и счастье на стороне смелых и честных. Солдат встретил в лесу ведьму. Взамен на богатство она просит у него вытащить огнивы из старого дупла. По ошибке солдат забирает его себе. Находка оказывается волшебной. С помощью огнивы он избегает неприятностей и женится на прекрасной принцессе. «Сказка» никого в зале не оставила равнодушным. Дети смеялись и аплодировали. Когда смотришь со сцены, как дети переживают, как видишь их радость, улыбки. Это самая большая радость, которую приносит актерам и нам. Самарские дети – это меня они просто очень удивили. Очень замечательные дети. Вы знаете, вот это их отношение и вот эта реакция. Это много стоит. Чеченский государственный театр юного зрителя в Самаре покажет три спектакля. «Солдат и ведьма», «Сказка о золотом скакуне», «Кот в сапогах». Финальное выступление пройдет 20 сентября на сцене «Дома актера». Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова